Здравствуйте, братья и сестры! «Неделя блудного сына» – это удивительный текст по краткости, как бы незначительный, потому что это не трактат, это маленький текст. По емкости и плотности своей вмещает в себя всю человеческую историю, что является космодоказательством божественного происхождения Евангелия. Но нет таких больше текстов у людей, когда на одной странице письмен содержится вся твоя история, как отдельного человека, так и всего рода человеческого. «Блудный сын» – да. Он захотел, чтобы отец умер. То есть, я не знаю, вы, наверное, знаете об этом, но мы напомним просто об этом. Он утомился ждать, когда принадлежащая ему часть наследства станет его полным достоянием. Пока отец жив, завещание не действует. Поэтому он говорит, дай мне мою часть, что, в общем-то, означает, чтобы ты умер быстрее. То есть, надоело мне, что ты живешь и живешь, и я не могу взять свое и повеселиться. Такая жестокая вещь, которая находит очень яркую параллель в современной истории человечества, ибо все наше, вот, по крайней мере, западное, христианское или постхристианское, человечество живет под черной звездой одной фразы. Однажды сказано Ницше в 19 веке, во второй половине, о том, что Бог умер. Это слова блудного сына. То есть, дай мне мою часть имения, это все равно, что, говорит, я хочу, чтобы тебя не было, чтобы ты умер, а твое завещание было поделено между нами с братом. И вот он, по сути, сказал, блудный сын, те слова, которые выкрикнул в отчаянии Ницше. Ницше ничего плохого, кстати, не сказал. Он просто констатировал то, что уже совершилось и без него. Причем добавил, что мы все убили его, Бога. То есть, нам не нужен. Нам нужно, что хочешь, нам нужно наука, преуспеяние, прогресс, цивилизация, железные дороги, аэропланы, добыча золота, меди, никель или вольфрама. Нам нужно новое оружие. Нам нужно отдыхать, нам нужно веселиться, нам нужно крутить усы у парикмахера. Короче, нам нужно все, что хочешь, но Бог нам не нужен. Поэтому мы его убили. Ницше не мог жить с этой мыслью и сошел с ума. Остальные живут и не сходят. Им действительно Бог не нужен. Это, действительно, блудные дети. И дальше изображается история того человека, который взял свое и пошел гулять. Когда человек молодой, а перед ним на четыре стороны распростирается огромный мир, а в карманах у него достаточно много денег, которые достались от отца, то мы даже к гадалке не ходить, и мы знаем, как он их промотает. И он проматывает их очень быстро и доходит до некого состояния глубокой униженности, как это бывает со всеми, которых, так сказать, встречает веселая судьба с полными карманами и никакого контроля. Он доходит до свиного корыта и пасет свиней и желает поесть что-нибудь из корытами и со свиньями. Даже этого не дают ему. Там появляется некий персонаж непоименованный, в котором видно беса. Он ушел в далекую страну, блудный сын, от отца. Да, если отец — это Бог, а человек ушел далеко от Бога, то это не значит, что он перемещался в пространстве, ибо от Бога уйти никуда нельзя. Куда ни пойдешь, везде ты лицом к лицу с Ним. Направо пойдешь, налево, вверх полетишь, под землю спустишься, везде Господь с тобой. Уйти далеко от Бога значит полностью отвернуться от Него сердцем. Вот просто даже с места не сходя. Просто сердце разворачивается, и Бог не нужен человеку. В этом смысле Он далеко уходит. И в этом отвернутом от Бога сердечном состоянии человек деградирует. Деградирует, как наша цивилизация деградирует. Она вроде такая сильная, такая могучая, на самом деле трухлявая, как старый пень. Потому что мы деграданты. Мы и живем мало, и болеем много, и находимся в унынии, отчаянии, не знаю, зачем живем, возникли, как пузырь мыльный, и потом лопается пузырек, и мы не знаем, куда ушел человек. То есть мы абсолютно слепые, беспомощные, депрессивные люди. Современная цивилизация нас такими сделала. Дошел до свиней и стал пасти свиней некого странного гражданина. В далекой стране. Это, конечно, падший враг. Один из падших врагов, который поработил человека. И там он пришел в себя. Это вот самое сладкое в этой притче, когда он пришел в себя и сочинил молитву, и вдруг вспомнил, что много наемников у отца избыто чувствуют хлебом, и с покаянием пошел домой. А потом вот тебе, оказывается, отец мог бы выпороть его, как последнего, на конюшне, и заковать в кандалы там, или продать в рабство, как бы. Да и убить его мог, потому что патестас патрис – это сила отца, она была безгранична в античном мире и в еврейской истории тоже. Но это отец, собственно. Что такое отец? Это и царь, и священник в одном лице. Однако мы вдруг получаем неожиданное откровение о Господе. Господь ждет, оказывается, этого заблудившегося, опозорившегося ребенка, ни одного слова упрека, ни одной хмурой гримасы, ни нахмуренных бровей. А вот ты помнишь, как ты, а что ж ты видишь теперь? Ну что, пришел, да, не завалялся, не запылился, смирился? Ничего подобного. Обнимает, целует, одевает, перстень на руку, сапоги на ноги. Символические одежды. Пестрая одежда, как у Иосифа. Знак царской власти, значит, это перстень. Сапоги на ноги, чтобы змей не кусал, потому что змей-то ползает по праху и кусает в пяту. И великий праздник. Литургия. Пение, лики, телец, закланный и упитанный, в котором мы видим искупительную жертву. Прочитайте, пожалуйста, эту притчу, дорогие братья и сестры, и если у вас получится воплакать над ней, поплачьте от души, потому что это и о мне, и о вас, и о каждом человеке, живущем на земле, которому дано знать, что Бог есть, и дано познать горькую правду, что мы отворачиваемся от Него, а иногда даже хотим, чтобы Его не было. А Он таки есть, и любит, и ждет, и обнимает, и возводит на прежние достоинства, и даже выше. Там есть еще и старший брат, там есть о чем поговорить, но бездонное Слово Божие. Ступивши в эту неделю, мы совершим еще один переход до Великого Поста, до которого останется две недели всего-навсего. Ну а там дальше длинная дорога с препятствиями до Светлого Христового Воскресения, до пустого гроба Иисусова. Готовьтесь к посту, христиане, готовьтесь к посту, читайте Писание, творите милостыню, молитесь Богу, искренне, нелицемерно. Христос с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok